В этом году Смоленская областная общественная организация Региональный центр защиты прав потребителей выиграла президентский грант по реализации социально значимого проекта Центр правовой защиты пенсионеров. В рамках этого проекта сотрудники центра проводят выездные встречи, круглые столы, семинары во всех муниципальных образованиях области по тем актуальным изменениям в законодательстве, которые больше всего беспокоят смолян. На прошлой неделе они посетили и наш город. Самыми востребованными вопросами для десногорцев явились, собственно, как и в других районах области, вопросы изменения законодательства в сфере ЖКХ и капитальный ремонт многоквартирных домов. Это тарифы, содержание общего имущества, работа управляющих компаний. Многие из них забывают, что текущий ремонт многоквартирных домов это обязанность именно этих организаций. В этих случаях хочу предложить собственникам многоквартирных домов, особенно в тех, где, к сожалению, существует проблема кровель, протечек кровель, все-таки обращаться в первую очередь в жилищную инспекцию Смоленской области с просьбой обследовать крышу и определить, насколько тот или иной ремонт подходит либо под текущий ремонт, либо под капитальный. До сегодняшнего дня, несмотря на решение правительства, самым актуальным вопросом остается оплата за капитальный ремонт. Его задают на каждом собрании. Я неоднократно отвечала на этот вопрос, отвечу и сейчас. Каждый собственник обязан платить за капитальный ремонт того жилого помещения, собственником которого он является. Да, существуют меры социальной защиты. Вы знаете, наверное, что в Смоленской области есть областной закон, который с прошлого года, насколько я помню, он регулирует вопросы о том, предоставляет меры социальной поддержки для пожилых людей и лиц свыше 80 лет. Все остальные должны платить. Это обязанность. Эта обязанность прописана в жилищном кодексе Российской Федерации, и все попытки ее избежать являются нарушением закона. Если у вас общий котловой счет, то платежи собирает фонд капитального ремонта, а он в любое время может обратиться в суд и взыскать долг. При спецсчете на вас также могут подать в суд. Только уже ваши же соседи. Федеральный закон о внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации вступил в силу еще в декабре 2012 года. Но многие до сих пор пытаются его оспорить. Конституционный суд давно поставил жирную точку в этом вопросе. Платить надо.